I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Аладушки, Лаос, 11 градусов, дождь Но до Лаоса нам дела нету, пойдем мы сегодня начинать новый день И мне интересно где Ким? Он сказал, что он уедет на весь день и вернется только утром Постучать еще раз очень громко Я буду каждый день стучать в эту дверь Может быть он встретит нас внизу Ким, дружище, надеюсь ты спал дома и у тебя все хорошо Еще одна полицейская Две Вот это интересное кино Доброе утро Да, мы с тобой все обсудили А вы кто такие, мамзели? Ну это выглядит как девушка, по крайней мере Да, это Женщина с Лошадиным лицом Зовите, а женщина в форме Патрульного РГМ морщится Я правда предпочла бы сейчас с вами не говорить Авторитет Патрульный самый низкий, Чинвер ГМ, ниже лейтенанта и сержанта Я расследую убийство Ты кавалерия? Все в порядке? Почему ты не хочешь со мной говорить? Так, погоди, ты патрульная? Да Да, кивает она Я расследую убийство Это кавалерия? Я точно не кавалерия Я тоже коп Знаю Настоящий Трудно понять, искренне он это или с сарказмом Но, скорее всего, все-таки с сарказмом Все в порядке? Не знаю Она продолжит твои глаза А с чего мне хотеть говорить с вами? Это чем-то обидел? Я многих обидел Клево встретить еще одного копа Я думал, мы с Кимом единственный Просто Будем С чего? Я несу слова конца грядущего Ну Так-то По протоколу, да По Сжимает переносицу Ладно, хорошо Давайте поговорим Чего вы хотели? О чем мы разговариваем С другим полицейским? Ты с какого участка? С какого? Она лишь вздыхает Сраный, отбитый псих Шипит сквозь зубы мужчина в очках Человек в темных очках Это вот Вот этот, что ли? Ты находишь эту беседу решительно, интеллектуально, неудовлетворительно Может, ты что-нибудь делаешь не так? Ну Ладно Ну, я так понимаю, они из моего участка, раз они так реагируют Ладно Да, это он Человек в темных очках Выглядишь дерьмово Твоё потертое лицо отражается в его темных очках И это не метафора Так Знаю Так и задумано Тяжко выдалось пара дней Внешность не важна Важно, что внутри Так и задумано Маскировка? Клинивается женщина Ну что ж Это один из лучших маскировочных костюмов, что я видел Правослова Готова был покляться, что ты настоящий бомж Прочь, Жан Мне кажется, у него была тяжёлая неделя И не одна Он осматривает у тебя знак до головы Чего тебе? В памяти у тебя всплывает лицо Что-то во внешности У этого мужчины с ним совпадает То же лицо, но другое Низкие шансы Возможно, это маскировка Чёрт Пожалуйста Тебя с ним что-то связывает Какой-то будто Костюм Форма Форма пожарного Форма службы По контролю за животными Форма медработника Явно всё не то Это форма полицейского Но потому что у нас не сработала Полиция для животных, да? Полиция для животных, да Нет, похоже, не хочу об этом говорить Хорошо Ким, кто это? Мотает он головой Я в этом Я в это ввязываться не стану Чёрт Клёвочки маскируешься? А, хобби такое Он пытливо смотрит на тебя Ладушки, увидимся Следи за собой, неудачник Сам, блин, урод Этот голос Такой мучительно знакомый Но его ты слышал Когда звонил Не его ли ты слышал Когда звонил в участок Доложить об утере удостоверения? Погоди, твой голос Я его узнаю Да, что ты говоришь Откуда же, интересно? Я недавно потерял удостоверение Когда доложил об этом Там был ты Ты оттуда меня помнишь? Да, я тебя раньше У меня проблемы с памятью Да, что ты говоришь? Он отворачивается Ну, тогда до свидания Голос, ну, просто совпал Шагай, мудак Это наши коллеги И коллеги мудозвоны, судя по всему Хорошо Нет, погоди С тобой я пока что Разговаривать не буду Почему? Ай Почему у меня сразу Не проворачиваться с ней диалог И причем именно с ней Так, а ты у нас кто, дружище? А, точно Я тебя не узнал сбоку Привет, жендарм Мы снова встретились Это снова он Курильщик на балконе Здесь, прямо в танцах Здравствуй Поправить галстук Привет Самообладание Приветики Чем же обязан Самообладание Фиг Понятно Это про спорт Он просто спортсмен Все дело в форме В атлетических навыках И тут ничего больше Что вы здесь делаете? Наслаждаюсь атмосферой Улыбается вам А вы офицер? Я тут живу Здесь я войду в историю Я пришел Надрать задницы Я сам не знаю Что здесь делаю Просто плыву Я тут живу Да Блин Удобно кивает он Но что вы делаете Здесь Передо мной Расскажи мне еще Об этом мускулистом Который Интересовался Преступлением Так Ну-ка Конечно Так Он постучал Конечно Так Он постучался Ко мне через пару Не после линчевания Думаю Обошел все здания Задавал вопросы Что ты ему сказал Ничего Что я ничего не видел И что И он тебе поверил? А Ты рассказывал ему Про своего друга? Ничего Раз затягивается Потом хмырится Какого друга? Ну Понятно Он Он не хочет о нем говорить Воскресное седение Нет Вроде бы Не пришлось Не пришлось В голову Как он выглядел? Мускулистый Красивый Он небрежно Пожимает плечами Сильный И типаж военного Он был один Это видимо Второй чувак А третья была Девушка у них Да Но он говорил С кем-то Через передатчик Что он говорил Просто Докладывал Что я ему говорю Какие у него были Отличительные черты Кроме мускулиности Мускулистости О Давайте подумать Он поднимает глаза Вспоминая У него был акцент Звучал как один из тех Наемников Что-то аранское было в речи Он закрывает глаза Хотя нет Не что-то Он определенно звучал как аранец Спасибо Я пообщался с другом Да И как он вам Он волшебный Волшебно бюрократичный Он направился Он понравился мне Не так сильно Как ты Вот так вот Сделаем Говорил же Он бывает Очень полезен В этом видимо Очарование Влиятельных людей Кто он Гость из первого мира Он не такой Как мы с вами Женда Он улыбается Немного печально Он всегда может Вернуться Куда вернуться Наверх К себе вернуться К своим делам В акцидент Все-таки Он затягивается Некоторое время Держит дым в легких Потом выдыхает Его визиты оживляют Наши захолустья А может его Деньги Кто знает Смотрит на бар Кем вы двое Приходите друг к другу Понятно кем Я же говорил Мы друзья Воскресные друзья Друзья что любят Иногда встречаться Воскресный друг Что это значит Он вздыхает Что его не будет Здесь когда станет сложно Такого вообще Можно назвать другом Да По воскресеньям Он улыбается Логичен До невозможности Почему он остался У тебя посреди ночи У него есть ключи Ему нравится вид Он мягко проводит Рукой сигареты На море Я имею ввиду Давай-ка о тебе поговорим Хотя Ладно Пока-пока Ну с этими упырями Разговаривать бесполезно Миночку А окно Мы с прошлого Раскликали на окно Окно кафетерии За докерами Окно на уровне потолка Ветви Боярышника Царапаю стекла Постоянными Костлявыми пальцами Прищурится То есть маленькие Там есть маленькие Раздвижные Вентиляционные окошки Весной его открывают Открывать незачем На улице Чуть слишком холодно Восприятие Восприятие Я что сейчас Сослепну Отвернуться Я посмотрю Мне солнце ударит в глаза И мне будет Минус хп Не спасибо С тремя процентами Я просто даже рисковать Не буду Было процентов 17 Может быть Меня бы и дернуло Глянуть Так Нужно спросить Пойдем сейчас К Куприке Неми Спросим Насчет Номера сапог Ну Номера обуви Куприке Неми Внутри Лишь комплектора Чек Нет Задвинуть Взять терацию Вот 27 час Приветствую Тебя оператор Через шум Помех Чем могу помочь Огнеходец Соединяйся Рокмен Пожалуйста Еще раз Соедини меня С Сильви Минуточку Офицер Сильви Малаика На проводе Офицер Да Алло Говорит тебе Знакомый голос Привет Силет Снова полиция Знаете Как мои бумаги Оказались В мусорном баке Ну Повисать Неловко Молчание Вы попытались Спустить их В унитаз И потом Мы это Кстати Спрашивали А почему Странно Думаю Все Спасибо Закончить С 41 Вдыхает Ладно Оставиться На линии Это Может Прозвучить Странно Хотя бы Обсудить Кое-что Личное Простите Но у меня Есть приказ Не разлучай Лишний То есть Не можешь Ничего Сказать Мне Про Меня Понятно Хорошо Погодите Еще раз Соединить Сильви Вот Серийный Номер Да Блин Надо было Чтобы сразу Сюда Нажать Хорошо Зато 50 опыта Получили Броня Произведена Она смотрит Записи Компании Fairweather На заводе В Бетанкуре Сур-Ля-Кле В 42 Это часто Это часть Сового заказа Для Кор-де-Фарма-Си Охранного Предприятия Нанята Защищать Интересы Аранских Фармацевтических Компаний В Семенинской Войне Окей Она листает Страницы Так Броня Отправилась На Семенин И здесь Записи Закончиваются Даже Владельцам Было сложно Отыскать С момента Производства Доспехов Кор-де-Фарма-Си Несколько раз Меняли название Подозреваю Одно из них Из их названий Корнель Да Кажется Она рад Что ты угадал Именно так Это последнее Название Потом МПС удалось Связать С Которое МПС удалось Связать С Кор-де-Фарма-Си До него Было Даунвел Есть еще Некий Седимент Но мне кажется Это другой подрядчик Возможно Кстати Вы слышите Как ее пальцы Стучат по клавиатуре Нет Они называются Седимент И как я понимаю С С С С С С С Все это За последние 9 лет Понятно Попробую Подобную Полную броню Производит Под комплекции Конкретного человека Спроси Код Спроси Под кого И подогнали Да Да Ну-ка До МПС Неохотно Да МПС Неохотно Делится данными Из частного сектора Впрочем Могу попытаться Их уговорить Постарайся Пожалуйста Очень Очень важно Так Позвоните Завтра Ох Еще Один День А ведь Мы уже Могли Сегодня Узнать Эту Информацию Печаль Хорошо Идем Поговорим С Маньяной И пойдем Поговорим С Эклером Это Из очевидного Из неочевидного Мы можем Наверное Перейти На третий День Сегодня Ну-ка Маньяна Что ты нам скажешь Это стукач К которому я зашел Оказалось У него шикарная коллекция Кружек В колониальном стиле Вот Кун сказал мне Что ты должен знать Про броню Эх Улыбается он Малыш Баяде Раздержал Слово Слово Он обещал Устроить мне неприятности Спустить на меня Мусоров Прошу прощения За грубость Я цитирую Что случилось Мне поручили Разобраться С этой ситуацией С броней Официальное расследование Профсоюза Выяснить Кто забрал Разузнать Куда И вы это сделали Сначала я подумал А почему бы Нет Может если продать броню Это поможет Прокормить Запастовку Ну купить нам Еще пару Дней Под солнцем Так что Так что я пошел К этому пацану Он заявил Что сделает Меня своей Тюрьмой У него везде Свои люди Копы у него В кармане И он Король Джемрака Да Это очень В стиле Куна Это мне Наказание За то Что я решил Вязаться В эту черную Работу Я тогда Прямо там Бросил Расследование Но все равно Влип В неприятности Улыбается Он хватит Одного Неудачного решения Выходит Куна Использовал Нас Чтобы тебя Припугнуть Это ерунда Ничего страшного Он Глядит на флягу Разумеется Раздумывает Не сделать ли Глоток Не сейчас Думает он Сначала Разберемся С этим делом Тогда будет Слаще Это расследование По подобране Что тебе удалось Выяснить Мне удалось Выяснить Что люди Не горят Желанием Разговаривать С бухим Членом Профсоюза О какой-то Там Броне Это Логично Просто Что еще Почти ничего В основном Всякие Технические Вещи Интересные Все рассказал Какие Технические Вещи Я немного Покопался В документах Про эту Аромадура Скажем так У меня есть Друзья В библиотеке Объясняет Он с хитрой улыбкой В науке Он не лез Только выяснил Как она Снимается Как она снимается По частям Всего их четыре Первая шлем Про который Пацан сказал Что я стянул его Что я стянул его И пинком Отправил в море Я ему верю А ботинки Остались На том парне Когда я в последний раз Его видел Их слишком тяжело снять Ботинки Да Согласен Насчет шлема Мы знаем Если это правда Так что По моим подсчетам Не хватает Двух частей Перчаток И керасы Ну вот На этом И бросил Дело Слишком много Забот Такая работа Подходит Для той же Милиции Выходит Всего можно Заполучить Четыре элемента Брони На ботинки Я уже отослал Весельчак Пожимает Ну значит Все берешь Не все Тем меньше Для тебя Работы Блин А я реально мог Снять эти ботинки Ким бы не обрадовался То есть Погодите Вы хотите мне сказать Что Я мог собрать Эту броню Да ладно Погодите Четыре элемента Шлемки Раса Перчатки Ботинки А как же По ножи Я найду Одну часть Этого хватит На самом деле У меня других Забы Так Как же По ножи А их просто Нет Больше они Не существуют Если когда нибудь Вообще существовали Он Жизнерадостно Пожимает плечами Забудь о них Я вот забыл Логично Я найду Думаешь Думаешь получить Ботинки Удачи тебе Проще Пожалуй Снять шпоры С Боэдера Чем Сточить их С тела Благодарю За сотрудничество Так Этот стукач Я про стукача Пока не буду говорить Идите нафиг Так Похоже Броня Повешенного Куда-то Подевалась Выясните Что с ней Случилось Возможно Для начала Стоит поговорить Да Куна соврал Среда Найдите Один элемент Брони На самом деле Нам нужен Только один элемент Брони Это достаточно Найдите Один из элементов Покончим с этим Ботинки Чтобы сделать Это необходимо Снять труп Закончить Вскрытие Обеспечить Отсутствие Кима Он не одобрит Это будет Чертовски Сложно Так что Не корите себя Если отправите Тело на экспертизу Так и не Разжившись Этими ботинками Ну так Как бы Все Я мог Уложить Типа Кима Спать Смотрите В чем прикол Если Ким увозит Тело на экспертизу Он пропадает На целый день Если бы Мы в первый день Попытались Их снять Пока Ким спит Потом бы пришлось Что-то врать Что-то объяснять Просто Если сорвать Ботинки Вечером Это единственный Вариант Когда Кима Нету рядом То Труп на следующий день Придется отправлять И Ким опять На целый день Свалит Ну короче Ладно Ботинки Я не сниму Уже Хорошо Перезвоните Алисе На следующий день Да Хорошо Так Татуировка Татуировки Закройте Шлюз В среду Сегодня Так Я не хочу Про ВТ Штуку Говорить Я не хочу Говорить Что я Заходил К нему Поэтому Пока что Хорошо Уходим Ф5 Пойдем Поговорим С Эклером Посмотрим Что он скажет И как у нас Сложится с ним Разговор Исходя из этого Мы будем Уже тогда Думать Что мы скажем Маньяне Так Хорошо У нас появилась Парочка новых Зацепок Во-первых Можно поговорить С Куном Во-вторых Что Можно еще К дамочке На яхте Сгонять К К К Леру Так далеко Идти Чертов контейнер Ты так и не откроешься А Стоп Погодите Я могу Сделать еще одну Попытку Папапам Где это было С пули Наверное С предметами Где Взаимодействовать Да Пули Давайте Ф5 Взаимодействие Я могу еще раз Попробовать Нет А когда Это разблокируется Когда я повышу Шансы Или Как-то все Произойдет Черт Мне бы разобраться С этой пули Мне очень нужно Знать Я с этим Честно говоря Не хочу Разговаривать Может он Мне что-то Может полезно Сказать Я просто Не хочу С ним Разговаривать Так Глянем Что у нас Что нам скажет Эклер 5 Ну что ж Я не заходил Я открыл дверь О которой вы говорили Можем теперь Обсудить убийство Очень рад Это слышать Гарри Зубка Гаритон Один вопрос Вы Не удосужились Заглянуть внутрь И узнать Что находится В квартире Не удосужился Он пытается Понять Не наводите ли Вы тень На плетень И В мою задачу Не входило Заглядывать внутрь Так что я не стал Вы правы Гарри Вам нужно было Только открыть дверь Он бросает На тебе проницательный взгляд Что вы сделаете Что вы сделали Что вы сделали Так что все в порядке Он проверял вас Это точно И проверку Вы прошли А теперь То есть Миночка Если Драма Моя же собственная Драма Говорит мне Что я прошел проверку Это так и есть или нет А теперь перейдем к делу Пришла пора нам с вами Выяснить Кто убил кого И почему Он делает вид Что закатывает рукава Теперь Начнется настоящая Полицейская работа Обещаю вам Гарри Она принесет плоды Там была Коллекция Коллекционных кружек Я еще нашел Я все еще могу Распалиться В мусорном баке Рядом Типа Откуда ты знаешь Я слышал Что между Линчеваниями Забастовкой Есть связь Хотелось бы Слушать Что вам Об этом известно Я уверен Я уверен Что вы уже успели Выяснить На кого работает Наш покойник На плохих ребят На Уайлд Пайнс Их последний Их постали напугать Нас Еще одна Насильственная мера Тех кто Носит цилиндры Просит тех Кто носит кепки Против тех Слушаю Гарри Это забастовка Результат многих Многих Ошибок Совершенных Уайлд Пайнс Они пытались Остановить ее Прислав Вооруженных Военных Наемников Вы имеете ввиду Нашу жертву Он мрачно кивает Контрактник Может себе представить Рабочие Объединенные Товарищеским чувством Организуют Мирные протесты А они присылают Наемных убийц Чтобы скосить Нас Пулеметным огнем Блин Вот ты такой Этот Слизкий Урод Мирные рабочие Ага Мирные рабочие Я понимаю Что наемники Это Отпеты убийцы Ну блин Ваши Мирные рабочие Знаем мы такое Он делает вид Что стреляет Из воображаемого Пулемета Я говорю О чудовищах Беспощадных Палачах Которые Побывали В Иисуте На Семенинских Островах В Самаризе И везде Где только Можно себе Представить Убивали Насиловали Жгли деревни Убивали детей И в иностранных Компаниях Синьорита Ананас Гарри Я могу Сейчас Что-то Прокачать Полицейскую Волну Могу Качнуть Могу Кстати Так Стойкость Полевой Порог А почему У меня силы Воли Так Много То есть Смотрите Логично Физиологии 2 Поэтому У нас Везде Прокачка Возможно На 2 Тут 4 Тут 1 Или Так Миничка О внушении Хочу ли я внушение Хочу Я еще Полицейскую Волну Хочу Давайте О внушении Сейчас Закину Ну Насколько Это возможно Попробуем Раскачать Так Хорошо Продолжить Все Что они Делали Там Они Делали И Здесь Они Хотят Превратить Ревошоль В Трущобы Третьего Мира Они Сделали Все Возможно Разве Только Деревенского Слона Не Убили Продолжайте Итак Я Не был Я Не был Непосредственным Свидетелем Всех Этих Зверств Мне Повезло Я могу Сидеть У себя В Контейнере Если Мне Нужно Куда Отправиться Его Просто Перевозят Смеется Он Вот Как Все Я Теперь Понял Почему То Офис Находится Здесь Перевозят Контейнер Ну да Я Старый Человек Гарри Ноги Уже Не Работают Как Раньше Мой Офис Поднимаю Тем Огромным Краном Это Довольно Весело Вам Стоит Попробовать Но Довольно Обо мне И моем Веселом Контейнере Он Серьезным Эти Убийцы Которых Наняли Компания Кажется Их Было Трое Все Жестокие Опытные Солдаты Один Из них Будто Взял Курс На Самоуничтожение Напивался Вел Себя Агрессивно Слегка Слегка Насильничал Он Качает Головой Даже Их Приговорщик Не мог Этого Контролировать Переговорщик Это Ваш Парень То Что Любит Позависать И И Деревья Что Под Переговорщиком Вы Подразумеваете Джойс Гарри Произносит Он Не Обращая Внимания Лейтенанта Вам Рабочие Не Мальчики Для Битья У Вас Есть Стержень Гарри У Всех В Этом Районе Если Ударить По Вам Слишком Сильно Мы Ударим В Отве Если Ударить По Нам Слишком Сильно А В Нас В Нас Есть Стержень И Этот Удар Он Поднимает Палец Будет Смертельным Погодите Вот Замешенные Жители Района А И Кто Наносит Этот Удар В Профсоюзе Есть Своя Военизированная Группа Люди В обязанности Которые Входят Не Ручной Труд А Сохранение Порядка В нашем Районе Организация Должного Течения Жизни Похожа На Преступную Группировку Не Похожа Это Так И Есть Они Похожи На Вас Кивая Тебе Лейтенант Идеалисты Которые Хотят Чтобы На Случай Ничего Чтобы Не Случилось Ничего Турного Ну аж Если Случилось Что ж Виновные Должны Быть Наказаны Повторюсь Похожа На Преступную Группировку Логика Я с тобой Согласен На 200% Значит Эти Идеалисты Совершили Убийство Как-то Тит Харди Лидер Нашей Миротворческой Группировки Пришел Ко мне Сказал Босс Социал Демократический Огонь В сердце Заставил Назвязать На себя Ответственность За убитое Чудовище Что терзало Эту землю Он Скорее всего Выразился Как-то Иначе Но Смысл Был Такой Я сделал Вывод Что они Его Убили Хмыкает Он Я Предоставил Им Две Недели Оплаченого Отпуска И велел Залечь На Одно Чтобы Избежать Наказания Вы Не боитесь Что мы Можем Арестовать Их За это Ой Я Совершенно Этого Не боюсь Эти люди Не из тех Кого Можно Арестовать Это Парни Из Мартинеза Суровые Крепкие Хотел бы Посмотреть На того Кто Попытается Их Взять Фыркает Кроме Того Я Отправил К ним Свою Дочку Адвоката Она Присмотрит За парнями Знаем Мы Эту Стербу Он Искренне Доверяет Этой Девочке Адвокату Возможно Это Тактическая Ошибка Ну да Ладно Коллекцию Кружек Нет В голове У повешенного Была Пуля Откуда Вы знаете Что Наемник Прислал Откуда Знаете Что Его Прислала Грузовая Компания Откуда Я знаю Давайте Я расскажу Вам Об этих Людях Он Даряет Кулаком По столу Это Их Метод Принцип Работы Прошлой Зимой Несчастные Работяги Из терминала И Устроили Небольшую Забастовку Компания Явились Наемники Начали Избивать Людей По правде Говоря Гарри Я не удивлюсь Если к нам Явились Люди Из той же Которой Просто Она Перевела Небольшой Ребрендинг Я уж точно Я удивлюсь Тому Что Под Моими Воротами Образовалась Целая Армия Антистаточников Значит Вы думаете Что Антистаточники Действуют По указу Компании Наемников Вы Сами Это Сказали Черт Его Кулак Снова Опускается На стол Один Из них Выглядит Так Будто Может Пресловутого Слона Уложить Такие Парни Все Время Во время Забастовок Не с Бухты Барахты Появляются Ну-ка Ну и конечно Как всегда На шаг Впереди Меня Гарри Я ведь Не такой Не какой Нибудь Гений Я Занимаю Свой пост Потому что Нравлюсь Людям Да Нравишься А Сейчас Уроды Кусок Оставшиеся Наемники Организуют Трибунал Чтобы разобраться С парнями Харди Трибунал Он кажется Потрясен Им похоже Дело серьезное Гарри Мы профсоюзники Наверное Должны Обделаться От страха Он потирает Подбородок И вдруг Улыбается Лучше бы Вы мне Этого Не говорили Теперь Я потеряю Покой И сон Давайте Сменим Тему Кажется Вас Это не очень Беспокоит О Гарри Хотите Знать Что я Действительно Я думаю Об этом Трибунале Вы собираетесь Пощупать Старика Еврара Да как же Да как следует Не по Не по Ухаживав Сначала Он хочет Чтобы Ты еще Кое что Сделал Для него Идешь Нафиг В голове Была пуля То есть Его застрелили Кажется Он приятно Удивлен Ему Встрелили В голову До Того Как повесили Как странно Он пожимает Плечами Я не знаю Что сказать Лейтенант Они говорили Что повесили Его Когда я заглянул В тот двор То увидел Повешенного Мессир Здесь не Определишь Правдив Он Или нет Спасибо Драма Единственное В чем Я уверен Расследование В надежных Руках Если кто-то И сможет Докопаться До истины В этом деле О застрельном Повешенном То это Мои полицейские Удачи вам Удачи вам Полицейские Так как бы Мы докопались Уже Девочка Адвокат Да О Лиз Умничка Он широко Улыбается Я сам заплатил За ее обучение Думал что После школы Она Загордится Ну черт возьми Гарри Она вернулась Непримиримой Социалисткой Порой Она даже Меня Пугает Своими Решениями Ну-ка Харди Расскажи Мне Это просто Прекрасные Молодые Люди Все Семеро Семеро Их было Восемь Образцовые Члены Профсоюза Неустанно Укрепляют Свои позиции В социально-демократическом Движении Наша Опора Раньше Ими заправлял Старик Тео Но когда роль Перешел К Титу И он Сменил название Дела Резко Пошли в гору Он начинает Смеяться Нельзя Не оценить Его инициативу Интересно А кто Второй По старшинству Почти Все Они Отличные Парни Настоящие Лидеры Лидеры Что бы Что бы Не случилось Я уверен Они Стояли На Страже Интерес я не буду у него деньги брать отлично поговорили подведем итоги так ли уже отлично вам поговорили он откидывается назад в озабоченное выражение на лица не уверен что мысли мы слишком далеко продвинулись я надеялся что мы раскроем дело черт возьми я даже хотел рассказать вам о настоящих целях забастовки не знаю как случилось гарри я хотел чтобы вы почувствовали себя в мартинезе как дома и конечно же хотел чтобы вы нашли свой пистолет но на него вдруг на находит вселенская грусть но я не могу вам полностью доверять пока что пока что да гарри я не могу полностью рейтому кто не является сторонником левого движения говорит он медленно покачала хочу на не могу сторонником левого движения то есть ты должен быть социал-демократом я не сторонник левого движения патриот ревошеля что не доверяйте мне что вы хотите этим сказать я еще левее чем вы это очередная коррупционная уловка я не левое не право я делаю то что подсказывает мне сердце вот так вот что же сердце подсказ по поводу потерянного пистолета гарри то что он у тебя чертов ты свин что нужно забыть о нем или что он хочет чтобы мы его нашли много ковырю и что-то из зубов мне кажется ему холодно и одиноко думаю он хочет чтобы его нашли поэтому мне к вам предложение и что потребуйте взамен и я опять же не прошу вас сделать ничего не этичного или противозаконного вам просто нужно получить лишь пару подписей на бумажке но он достает конверт а затем отправить моему бухгалтеру в дельту ким чё думаешь не уверен пока что мы не услышали от господина клэра ничего полезного он изучает эврара как я искал на мне тяжелый груз он стыдливо опускает голову а потом смотрит на тебе улыбается но когда мы начнем настоящий разговор что же я вручу вам ключи от мартинеза и возможно даже помогу выяснить кто стоит за этими убийством вы и стоите блин он выдает минимум минимум максимальная не конкретной информации намеренно опуская некоторые подробности для чего эти подписи рад что вы спросили гарри просто собирается построить в мартинезе современные молодежный центр по его лицу расплывается широко ухмылка это будет доброе дело мы отберем отберем у детей наркотики дадим ролики вы будете отмывать бабло что вы будете делать на побережье есть маленькая безымянная улица окружена старыми домами большинство нужных подписей уже есть мне просто нужно еще 2 чтобы запустить проект гарри где именно находится это место на побережье гарри на той стороне канала там есть тупик маленькая деревня как они называют мрачное место вы найдете я верю в наши детектив ваши детективные способности с карнизов капает вода женщина смотрит свой только что закончен законопаченный я лик не ящика завального рыбы покоится пара кавалерийских сапог ветер воет будто злой дух кто бы с теми кто живет там сейчас нужно будет только полгода потерпеть шум стройки и люди заживут по королевски прямо рядом с модным молодежным центром спроектированным лучшими архитекторами стал марий а он абсолютно точно веришь а он абсолютно точно уверен что нынешние что нынешние обитатели не выкинут не выкинут на улицу ну-ка уверен ли я толстяка чат голова будто не верит своим шам гарри эти люди мартинез это моя важная самая важная часть моей жизни никогда не позволю чтобы с жителями что-то случилось мы собираемся построить там молодежный центр стоимость их имущество вырастет а у детей будет место для игр я заботюсь об этих людях они выбиваю почву из у них у них из-под ног гарри я заботюсь обо всем мартинезе и не только о порте ладно на самом деле я не хочу принимать у него задать я хочу найти свой пистолет от мой пистолет у него ладно вы льете бальзам на мое сердце к работа с вами одно удовольствие он передает тебе незапечатанный белый конверт вам нужно получить подписи изабель садди и лильен картер тупик находится сразу за ломбардом через канал я слышал со шлюзом были какие-то проблемные вы уже должны были починить пройдемся еще раз сменим тему уйти я не буду ему про чашки говорить вторник вы рассказали на что морал не вернулся из сломавшегося шлюза но все еще беспокоиться тит харди поговорить с титом и поднимите свои авторитеты в глазах парни харди до скорой встречи дебордер толстяк поднимает руку упрощенной жесты шучу но не сами но не смеюсь не смешно ему а ты прикинь поставить и подпись для еврара чертов конверт взаимодействовать логика средний изучить план так 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 конверт это ски что на документы в приложении приложение период строительства 12 до 40 месяцев и план зонирования так от 12 до 40 месяцев полгода потерпеть стройку а урод ты чертов изучить план молодежный центр разрезает океанские волны как нос огромного современного корабля похоже он займет большую часть если не всю территорию улицы и сквер близ окрестных домов внутри центра три этажа он будет устрашающе близко расположен к окружающим зданиям практически стена к стене они почти сольются с центром кем я не юрист по недвижимость но выглядит неплохо отвечает лейтенант просмотре документы мне нравится формат ничего не продают и не сдают в аренду решение не идеальная но он пожимает лично погоди ким ты не против попытаться найти лазейку в сделке из 2 процента с работы пожалуйста как ты обратно в конверт я я потом еще займ 92 карл процента как ты зафейлил на 92 процента так это у нас логика было погодите мне нужно заработать уровень кинуть его в логику черт у меня повысится шанс я смогу еще раз не 5 курсора завис как круто логика бонус от предметов у меня есть что-то еще на логику погодите одежда скорость реакция риторика техника концептуализм минус реакция так грубая сила концептуализм сумрак стойкость плюс один к логике я могу еще раз попробовать чтобы открыть эту белую проверку потратите очки навыков на логика понятно все таки логику придется поднимать не искусственно а по-настоящему так она поле нам нужно что на координацию тебя есть похожая винтовка плюс один по словам кстати то что я нашел винтовку дает мне плюс 4 по это дало мне еще одну попытку так уйти если я накину что-то с координацией то так это у нас минус что дает минус авторитет а это эти очки лучше минус драма чем минус авторитет так ты у нас даешь стойкость техника скорость реакции драма полицейская волна ты у нас трепет и полицейская волна ты просто полицейская волна хорошо логика внушение шляпа на или так 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 драма хорошо 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 все я понял как ты но там есть какой-то фейл явно то есть надо это просто понять хорошо пойдем пока что потрещим с куну потом наверное пойдем джойс и надо потихонечку перебираться на другую сторону я так понимаю ну перебираться на другую сторону будем уже наверное сегодня пойдем сейчас посмотрим что скажет куну а потом уже я даже не верю что мы сегодня успеем 6 поговорить хотя я бы наверное зашел бы к ней так ну смотрите что-то вырисовывается эклер меня бешено бешено бесит я бы хотел как-нибудь как-нибудь его подставить как-нибудь от него избавиться и я этому маньяне наверно тоже не буду говорить про квартиру то что я заходил я мог бы признаться что зашел тогда спросил бы про кружку когда я узнал бы кто этот человек мне бы интересно было узнать кто этот человек но это я дам лишний козырь и клеру если признаю что я был внутри так с тобой автосохранение спасибо давай до свидания чувак зачем-то ладно куна мелкая ты тварь иди сюда мы с тобой еще не все обговорили как мне сюда попасть черт погодите а это случайно не а стоп сейчас днем я это лучше вижу случайно не вот так это за ну ка ну ка ну ка погодите я сюда уже заходил да я знаю просто тупо проверить подождите ребят я здесь тут вчера был без тебя дружище извини ну как бы я думаю ты поймешь черт я думаю эта крыша она находится на этом уровне она находится не на этом уровне она приподнята поэтому я сюда никак не попаду мне насколько пока что вот эта штука она находится ниже я могу по ней сюда забраться но нет я туда должен попасть каким-то образом исключительно изнутри но как мне это прям реально мучает я хочу туда попасть но я не знаю как я даже сюда забрался ладно черт с вами кстати а в теплицу мы могли зайти или нет сейчас надо глянуть эту тему но нам любом случае сюда во двор скуна надо было поболтать поэтому он тут такое дело нет теплица у нас тоже не активно так житель найт сети иди сюда я не могу ничего нового у него узнать а это странно я думал мне появятся новые диалоги с ним так пойдемте тогда джойс наверное тут у нас это которая не потеряла мужу и это может все и усмотрели видели ститом харди разговаривать да можно кстати с ним тоже поговорить о ну ка ну ка ну ка погоди 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 в этом ящике там бутылка что ли почему я могу там что взять свободная художница да бутылка я возьму я это не буду брезговать ладно а ты не хочешь говорить об убийстве но может расскажешь что-нибудь об исчезающей броне убитого да мне вообще срать найти ваши консервные банки разве броня не искусство искусство для тела найдите перчатки из комплекта ладно легавые не унывай помогу тебе с этим я видела как девочка бегала по рыбацкой деревушке с каким-то перчатками армейского класса выглядела просто умилительно если там еще не был деревня это жопа мира туда можно попасть если идти от площади в сторону побережья она машет рукой куда-то на запад хорошего путешествия и там есть маленькая девочка в перчатках не не даже не пытайся рабочий день недоносчицы синди на сегодня закончен нам на самом деле на самом деле не знаю зачем тебе это вообще рассказала она смотрит на тебя внезапный грусть я просто люблю животных не могу им ни в чем отказать черт возьми или может не способны отказать полицейским что-то записывая блокноте спасибо вам в любом случае я нашел то чего не ожидал прикольно новые предметы а бутылка новый предмет . так тут у нас ничего нового не появится неожиданно мы нашли для себя новую информацию вот так вот круто тут ничего погоди инструменты чем тебе открывать вот этим вот 5 я кого-то ограбил мне наверное жаль но нет 5 реалов это круто очень и очень классно я сюда сходил блин исходил джойса нашел гораздо круче нашел новую улику нашел деньги вообще красота и так бабулька ты мне ничего нового не расскажешь кто такая никто просто старуха вы здесь живете до развитая жизнь она сплевывает на пол но сразу проходит по нему метла мне наверху комнатушка рядом с угольным чуланом он размером с чулан но я не жалуюсь нет она задирает подбородок глазах у нее сверкает у меня там кровать чтобы уложить мои старые кости а больше ничего не надо больше она ничего и не получит морской ветер колотит дверь угольного чулана на балконе скользко отбрызг она давно и ни с кем не говорил даже фразы кажется ржавыми до свидания так ну вроде как нам тут пока что больше нечего делать посмотрим зайчики навыков так не забыть главное что следующее это не нужно кинуть в логику это довольно важно давайте джойс что она нам сможет рассказать своему капюшон сняла пусть не пошел есть фотография татуировки жертву ой кстати это важно вот она тянется за фотографии период и рассматривает секунд 30 в полной тишине фотография сделана недавно на тригат на фотографии торс мужчины на руке на раках и ногах никаких которых больше не было сохранить и наблюдать за ее поражением лица ее губы расслаблены складки морщин вокруг та исчезли взгляд жемчужных глаз медленно облуждают по поверхности фотографии что думаешь не извините она передает прерывать свои раздумья я пыталась понять смогу ли выяснить схему по которой образовалась сеть этих точек звезд она указывает на одну известную фотографию не получилось но это ключ к истории в самых точках нет ничего не букв не цифра одни однако их размер расположение на теле и удаленность друг от друга объясняет их значение как цвета сплетены в узор почти накивает она портовые города это аранская карта морских путей татуировка моряка такой наносили путешественники долларианской эпохи более 300 лет назад моряки отмечали на себе пройденные маршруты зачем нужна такая карта где он успел побывать да мало где фред форд столица ранее обычно изображают на правом плече она указывает точку на фотографии полагаю его путь начался где-то здесь а дальше затем он поехал в проект гранды как мне кажется по статс канал искусственному каналу акцидента в прошлом в про это он сел на корабль и отправился в острова лиски океан сначала на семенинский острова затем сюда он оказывает на сердце а что это такое ревашоли отвечает она две точки остаются неизменными фред форт на плече и ревашоли на сердце какие карты стали традиции сразу после открытия острова ли и на заре интер интерзеларной эпохи конец старого 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 света и начала нового нового вы же сказали что у вас не получилось выявить схему не получилось этот человек не был моряком это не морские порты я могу разобрать географии географию точек но не их значение фред форт во фред форте есть военная академия на семенинских островах недавно был военный конфликт в ревашоли он погиб может отражение военной карьеры очень похоже карты морских путей больше не нужны как ненужные моряки из которых где-то нельзя было обойтись вполне возможно что старая традиция обрела в акциденте новый смысл татуировки наемников опыт попер зачем нужна такая карта чтобы душа моряка могла найти путь домой если он погиб не сплава нет своего рода приспособление чтобы душу притянула домой она за этот серебряный пуповины что может кто может рассказать подробнее может его служить и другие наемники хотя я не советую показывать им эту фотографию это человек был их другом боевым товарищем ты все равно не знаю с чего начать мне больше нет вопросов хорошо кстати я погодился в рарам с ну с этим секлером поговорили здесь же улыбается что вы думаете господине эклери мне не понравился прекрасный человек это клей герой игровой на 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 жирный социалист оппортунист с ним с ним можно ими делом довольно а сейчас определенный не мой кумир я уверен вам дата там не если у меня сложилось ощущение что международство общество его не одобрять какая разница так мне он не понравился ой да ладно вам он тоже не бесполезен как еще ему удалось бы остаться в власти все эти годы хотя постойте она сама отчет нас вопрос взятки вот как безумное взятничество которое словно дюрм проникает во все уголки земли она бросает взгляд на землю и кивает мнение моего эксцентричного коллеги не отражает официальной позиции ргм надеюсь вы понимаете что ргм не не занимает ничью сторону разумеется я и не прошу у вас делиться содержанием вашего с ним разговора я не какой-нибудь продажный вюрум она поворачивается к тебе однако если вам все же захочется о чем-нибудь поговорить разве я могу вам в этом помешать все мы люди все нам любопытно послушать что происходит у других правда же это совершенно естественно это и всего лишь сплетни она улыбается строй говоря было бы очень интересно послушать что она скажет об этом так вы дали мне денег но не покажете ли не покажется ли это странно я виду если поделюсь информацией господин варар помогает мне в поисках моего пистолета он попросил мне открыть для него одну дверь он попросил меня достать так давайте так он попросил открыть дверь искать он попросил вас о рекомендациях полагая речь шла о коммерциальной о рекомер рекомендациях для ргм она машет рукой можете не отвечать нет я имею ввиду что он попросил мне открыть обычную дверь в квартиру одного человека боже обычную дверь начинает ничего не говорит но слышь как нейлон его куртки шелестит когда поворачиваться и смотрит на тебя было необходимо это было необходимо получил информацию важную для дела рада рады за вас детектив в работе полицейского приятно однако похоже вы следите чтобы вы сделали сделали то что было необходимо разум переговорщицы не способны постичь что ты ничего не не попросил взамен честно говоря приятно приятно к делу называть точно нельзя но все было в рамках закона к тому же не напрасно он оборачивается к тебе типа заткнись уже чувак я рекомендую вам тщательно выбирать 2 раз у которого делитесь с окружающими это может иметь последствия за пределами нашей достигаемости так самосуд организовали вот эти вот да он наклоняется ближе по городу ходят слухи и называют парнями харди на ее лице снова появляется ухмылка честно говоря я нахожу за название довольно забавным в рарб говорит что от пальцев правильно емников чтобы разобраться ну-ка вот так вот дезинформация она энергичен кивает говорит все потому что мы до сих пор не поделись тем что знаем о самосуде как видите наш противник уже оборачивает дело в свою пользу вы не должны этого допустить согласен поторопитесь с проверкой как только вы сообщите что разобрались с водителем в пробке я с удовольствием расскажу вам как эта история выглядит с точки зрения компании понял видимо она действительно очень хочет чтобы ты разобрался с контрабандой наркотиков иначе она бы уже все тебе рассказала понятно эврар приказал выяснил настроенному крылу профсоюза оказать полное содействие в ходе расследования как великодушно с его стороны на мгновение она задумывается если не помогут нам разобраться с этим делом или уже или уже помогли мы благодарны вам за помощь но боюсь не сможем распространяться о подробностях расследования она кивает справедливо месяц на полагает что самосуд было лишь прикрытие боже это очень любопытно так и значит эти воинственно настроенные профсоюзники защищают кого-то из своих ее разум моментально приходит наиболее выгодно для не выйду хотя это еще не значит что она ошибается похоже вам все таки удастся раскрыть запутное дельце и глаза смеются и от этого мурашки по спине кажется он вообще не переживает развитие так мне больше нечего сказать и пока что подведем итоги на разуме статьи в татататана продолжить уйти так это довольно интересно значит нам все таки нужно поговорить с парнями харди и возможно сможем их прогнуть ладно ребята да займемся этим следующей серии спасибо что были с нами всем удачи добра бобра все молодших и всем покеда а 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 и и а а Субтитры подогнал «Симон»